Готовимся к следующей войне. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Пока Россия продолжает кровопролитную войну против Украины, Кремль готовится к борьбе с будущими врагами. Ну, сама структура российской государственности и Российской империи, и Советского Союза, и сейчас Российской Федерации, она предусматривает на явность врага. Враг должен быть везде. Внутренний вахт, внешний. С внешним, с Украиной у них вроде как бы не получается. Вот они сейчас пытаются переключиться на так называемую НАТО. Вот эту НАТО они и будут искать. В ходе реформы армии Кремль планирует восстановить Ленинградский военный округ. Россия разработала правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках продолжающихся широмасштабных военных реформ. Российские военные аналитики уверяют, что это прямо указывает на то, что Кремль готовится к конфликтам со странами НАТО на севере России. Округ предназначен для ведения войны на определенном театре военных действий. У Ленинградского военного округа два театра. Страны Балтии и Финляндия. Для того, чтобы округ имел достаточно соединений, его нужно насытить войсками. Соответственно, ему передаются войска, дислоцированные в этих регионах. 8 октября в России опубликовали подготовленный Минобороны указ президента о лишении Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения. Регионы, которые туда ранее входили, передадут под управление восстановленного Ленинградского округа. Логично, что они восстанавливают Ленинградский округ, потому что у них там появилась НАТО. У них там Финляндия в НАТО, у них Норвегия в НАТО, у них, возможно, в ближайшие месяцы, не знаю, до года. И Швеция будет НАТО, и фактически они должны чем-то там козырять. Это все часть большой военной реформы, которую решили проводить в декабре прошлого года. Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России. Цель таких действий понятна. Россия видит необходимость реструктуризации своих сил, противостоящих НАТО, и вероятных позиций на границе с Финляндией. Но в ходе этой реструктуризации пытаются решить еще одну проблему. Проблема прохождения команд. Команда у них проходит очень сложно. Если какая-нибудь стратегическая задача ставится перед военными на том или другом участке фронта в Украине, то она идет от командового пункта, который принимает решение в Москве, до солдата, который должен ее выполнить, может идти до двух-трех суток. Поэтому логично для них, чтобы принимать быстрее решение, они решили сократить этот путь, чтобы не было еще одной прокладки, они сделали военный округ. Ну, делают военный округ в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Не ясно только, как Кремль собирается мобилизовать, обучить и организовать эти силы в новый военный округ. Перед Россией встает еще более сложная задача, потому что армия потрепана, современные вооружения истощаются, война выявила массу слабых мест в армии, будут стремиться воссоздать вооруженные силы, способные вести войну в Европе и с Украиной, и с НАТО на Западном театре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Россия при условии заморозки текущей войны сможет восстановить свой военный потенциал за 4 года, после чего пойдет дальше. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить свой военный потенциал. Тогда у России будет достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и те страны, где присутствует российский контингент. Сейчас из будущего Ленинградского военного округа на месте около 20% состава, и они небоеспособны. Поскольку все силы Российской Федерации задействованы на войне с Украиной, эта перестройка будет происходить уже после победы Украины. Ясно одно, новый конфликт, развязанный Россией, всего лишь вопрос времени.